всем привет добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня расскажу вам как приготовить вот такой вот суп который называется эзогелин чорбасы на турецком это турецкий суп здесь есть булгур есть рис есть чечевица получается очень вкусный аппетитный супчик смотрите видео до конца расскажу вам что нам понадобится для приготовления этого супа и приятного аппетита итак друзья чтобы приготовить нам эзогелин чорбасы нам понадобится один стакан красной красной чечевицы здесь половина этого стакана булгур смотрите он крупненький такой и еще половинка половинки половинка вот этого стакана рис друзья в описании я добавлю полный список можете там спокойно посмотреть это все но я хочу конкретно показать чтобы это было все наглядно как это все выглядит томатная паста 2 столовые ложки 1 луковица мука 2 столовые ложки как думаю многие заметили в турции очень часто в супы добавляют муку это как бы такой незаменимый элемент в приготовлении турецких супов также две столовые ложки сливочного масла подсолнечного масла соль и приправы друзья у меня здесь красный сладкий перец черный перец и обязательно на на это на русском мятам тоже ну это на ваше усмотрение сколько вам понадобится обычно в турецкие супы всегда кладут мяту любой суп не обходится без мяты практически а я еще не сказала чесночок ну что давайте приступим готовки и так сначала нам нужно порезать лук мелко и чеснок суп начнем с приготовления с поджаривания точнее лука друзья очень часто в турции супы варят ли на бульоне как мы привыкли гравяжем там или курином чаще всего супчики получаются овощные с какими-то крупами в нашем случае сегодня это будет это один из любимых супов в турции вообще и турки очень любят и у меня муж тоже очень любит итак теперь мы нарежем чесночок можно на чеснок ударил так начинаем обжаривать лук сначала кладем сливочное масло и очень часто в турцию суп добавляют обязательно сливочное масло сливочное растительное и добавляем сюда лук с чесночком обжариваем лук с чесночком обжарили теперь добавляем сюда чечевицу друзья чечевицу обязательно нужно несколько раз хорошенечко промыть и сразу же сюда добавляем рис и булгур тоже обязательно рис и булгур нужно промыть теперь пару минуток мы это обжариваем чтоб лишняя вода ушла у нас все лишняя влага ушла теперь добавляем сюда 1 литр воды друзья когда вода закипит мы ставим на самый медленный огонь закрываем крышечкой и варим до готовности пока у нас варится мы сделаем для него соус 2 столовые ложки масла добавляем муку также 2 столовые ложки хорошенечко размешиваем теперь добавляем сюда 2 столовые ложки томатной пасты теперь смотрите она у нас чуть-чуть поджарилась и теперь мы добавляем сюда 1 стакан воды перемешиваем теперь в соус добавляем мяту красный перец и черный перец также хорошенечко перемешиваем сейчас у нас сварится наши наши крупы рис булгур и чечевица господи забыла и мы добавим этот соус туда и так друзья крупа у нас практически сварилась теперь мы добавляем сюда наш соус перемешиваем хорошенько супчик почти готов сейчас мы добавим сюда соль по вкусу и еще на 10 минут под закрытой крышечкой проварим вот как ароматно пахнет смотрите какой красивый получился все друзья супчик готов смотрите как он густой получился очень вкусный пойду будить ура и кормить его супчиком ну все у теперь будет пробовать точнее он уже попробовал как тебе да попробую вкусно густой немного да получился ну да чуть-чуть надо вода добавить здесь прям этот как раз рамадан и все равно вкусное самое правильное время когда можно уру подсовывать все да да и это вкусно получил вот это короче как это называется булгур булгур там что-то крупы группа и это вода это вкусно ну все остальные это вкусно вкусно нормально причем кстати по рецепту на ну литр воды но я добавлял добавлял больше добавлял полтора литра воды если вы хотите чтобы он такой пожиже чуть-чуть был то побольше можно воды добавить вот ну а по вкусу такой вкусно я не первый раз готовлю этот суп уже готовила несколько раз но у меня урт только один его любят дети так себе я не ем потому что там лук но я все равно попробовала вкусно почему-то добавил лук без лука сделать можно без лука сделать просто думал что тебе вкуснее так будет с луком помогаешь мне это игра кушать этот потому что ты все когда лук пил танец луком это только я кушаю ну и что это я не могу ты знаешь все кушать ладненько кушай приятного аппетита тебе ну это еще будешь делать еще мясо тебе сделала сделала да еще все все мороженое в холодильнике на десерт все ладненько друзья у нас уже пошел влог-блог хотя мы снимаем рецепт вам друзья если вам понравился рецепт обязательно ставьте лайк не забывайте подписывайтесь на канал пишите комментарии какие вы еще хотите рецепты турецкой кухни и не только турецкой я готовлю много и всегда вкусненько все друзья приятного аппетита уркуши и увидимся с вами в следующем видео на следующем рецепте пока пока здесь 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 где ставить где-то видео